Привет, друзья! На просторах интернета частенько можно встретить мифическую легенду о некоем американском полковнике Энтони Джозефе Бидле, который был настолько крут, что его якобы боялись нацисты из Третьего Рейха. Но давайте разберемся, кем он был и кого действительно опасался сам Адольф Гитлер. Легенда гласит, что однажды полковник приказал своим курсантам попытаться убить его штыками. И Бидл обезоружил их всех, не оставив ни единого шанса. Правда ли это? С одной стороны, человек он был действительно подготовленный, а в те времена в подразделениях морской пехоты, откуда и вышел полковник Бидл, техника ножевого боя только набирала свои обороты. Поэтому можно сказать, что он был прародителем американской системы армейского рукопашного боя. А в начале 40-х годов 20 века представил систему Defendo. Эта система стала результатом почти 20-летнего труда по изучению различных боевых искусств. Основу системы составили джиу-джитсу для безоружного боя, а для работы с ножом – техника боуи. В скором времени этот метод ближнего боя был принят в качестве основного курса подготовки в области рукопашного боя в морской авиации. Но вот только в качестве доказательств легенды о том, что он сразу обезоружил с десяток курсантов, есть только одно сомнительное фото, глядя на которое поверить в суперподвиг очень трудно. Кажется, будто сам супергерой из комиксов сошел со страниц и внушил страх нацистам Германии. Но более правдоподобной выглядит та версия, что Энтони Бидл просто был частью военной пропаганды США. Кстати, есть мнение, что именно это фото родило идею для создания постера второй части Джона Уика. Но давайте оставим Киану Рив за того века в покое и вернемся в реалии. В конце 1938 года немецкому ученому Герхарду Шрадеру было поручено изобрести более дешевый пестицид для уничтожения жуков-долгоносиков, наносящих ущерб немецким полям и садам. Смешивая фосфор с цианидом, он получил вещество, которое было слишком токсичным для использования в сельскохозяйственных целях. После того, как работодатель Шрадера, фармацевтический конгломерат IG Farben сообщил немецкой армии о своем открытии, некоторые впечатленные армейские ученые окрестили жидкость табун, что в переводе с немецкого означает табу. Вернувшись в лабораторию, воодушевленный Шрадер со своими коллегами еще немного поработал и придумал более токсичное вещество. Назвал он это новое вещество – зарин. По сути, сами того не ведая, нацисты случайно разработали смертельное нервно-паралитическое вещество, и у Гитлера определенно была возможность использовать его во время Второй мировой войны. Даже когда его нацистский режим истреблял миллионы людей в газовых камерах, Адольф сопротивлялся призывам использовать смертоносное нервно-паралитическое вещество против своих противников. Но почему? К концу Второй мировой войны нацистская Германия произвела около 12 тысяч тонн смертоносного химического соединения, которого хватило бы, чтобы убить миллионы людей и подчинить войска противников. С самого начала конфликта высокопоставленные военные подталкивали Гитлера использовать зарин против противников. Но несмотря на такое давление, Гитлер отказался массово использовать химическое оружие. И на это предположительно было несколько причин. Первая, о которой сообщал в своих статьях Washington Post, некоторые историки связывают с нежеланием из-за собственного опыта Гитлера в качестве солдата времен Первой мировой войны. Хотя, как считается, Германия была первой, кто выпустил газообразный хлор на французские войска во время Второй битвы при Ипре в апреле 1915 года. Великобритания и Франция также использовали хлор и горчичный газ, вызвав всеобщее возмущение по поводу новых ужасов химической войны. В своей биографии нацистского лидера историк Ян Кэршоу описывал, как сам Гитлер стал жертвой атаки горчичного газа недалеко от Ипра в ночь с 13 на 14 октября 1918 года. Он и несколько товарищей, отступая из своей землянки во время газовой атаки, были частично ослеплены газом и смогли добраться до безопасного места, только держась друг за другом, следуя на зов товарища, который пострадал чуть менее серьезно. После этого Гитлера перевезли из Фландрии в военный госпиталь в Померании, где он узнал ужасную для него новость о капитуляции Германии. Идея о том, что Гитлер был против использования отравляющего газа на поле битвы по этическим соображениям, может показаться явно несовместимой с тем фактом, что нацисты систематически использовали циклон-Б и другие химические вещества для уничтожения миллионов людей в газовых камерах. Поэтому многие историки скептически относятся к опыту Гитлера в Первой мировой с его нежеланием использовать зарин против войск союзников спустя 20 лет. Вторая возможная причина заключается в том, что всем известна немецкая военная стратегия Блицкрик, которая была очень успешна, включая внезапные атаки танков и бомбардировщиков, за которыми быстро следовали пешие солдаты. Если бы эти бомбардировщики применяли зарин или другое химическое оружие, они бы заразили ту же территорию, в которую должны были бы вступить их войска. Но и тут есть свои недочеты. Тогда почему Третий Раих не использовал свой козырь во время отступления? Третья причина, к которой склоняются историки, это страх Гитлера перед одним довольно известным человеком в те времена. И тут на военную сцену выходит британский премьер-министр Уинстон Черчилль, который частенько выступал за использование химического оружия для быстрого прекращения военных конфликтов. «Я не могу понять эту всеобщую брезгливость по отношению к использованию газов», – написал как-то Уинстон в записке в 1919 году, когда был военным министром Великобритании. «Не обязательно использовать только самые смертоносные газы. Можно было бы задействовать только те, которые причинят большие неудобства и посеют ужас с паникой, но при этом не оставят серьезных последствий для большинства пострадавших». Историк Ричард Лэнгворд подчеркнул, что Черчилль считал использование, так сказать, нелетального химического оружия приемлемым и более гуманным способом ведения боя. В другой записке, написанной примерно в то же время, Черчилль утверждал, «Газ – более милосердное оружие, чем тот же осколочно-фугасный снаряд, и заставляет врага принять верное решение с меньшими человеческими жертвами, чем любое другое оружие». Во время Второй мировой войны Черчилль всегда был готов применить химическое оружие, но только в том случае, если противник им воспользуется первым. Ему нужен был только повод. И такой чуть было не подвернулся в феврале 1943 года, когда Лондон узнал, что немцы рассматривают атаку газом против СССР в районе Донбасса. Черчилль тут же написал своему комитету начальников штабов. «В том случае, если немцы применят газ против русских, мы в ответ зальем газом немецкие города в максимально возможных масштабах». И как по воле судьбы Гитлер предпочел не идти на этот шаг, даже несмотря на то, что нацистские фабрики тайно хранили тысячи боеприпасов, наполненных смертоносным нервно-паралитическим веществом. Уинстон Черчилль был довольно интересной личностью. Если вам интересно узнать про него больше, друзья, то обязательно напишите об этом в комментариях, и мы посвятим этому любителю сигар отдельный выпуск. В общем, жду ваших комментариев!